В Бердске подходит к завершению сезон ремонта дорог. В нынешнем году было отремонтировано более 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Как сообщил директор управления ЖКХ города Александр Обрывко, остались лишь небольшие участки, торги на ремонт которых уже проведены. Островского там буквально 400 метров до Первомайского участка. Ну, подрядчик, у него контракт будет подписан в пятницу, то есть завтра будет 23 числа подписан. Дальше он нам график производства работ предоставит. Ну, по нашим расчетам, примерно буквально три дня и работы можно будет провести. В конце сентября подрядная организация, проводящая реконструкцию улицы Черемушной, планирует завершить все работы. Для приемки работ в целом будут обращать внимание на первый этап реконструкции, в частности, на установку опор освещения. Все замечания подрядчик намерен устранить до конца месяца. В октябрь месяц у нас, в принципе, есть на сдачу всех документов, на работу комиссии, на работу, естественно, общественников. Мы говорили, что с привлечения общественников будем данные работы сдавать. Чтобы город знал, это такой масштабный объект для города Берска, поэтому, ну и он был у всех на виду. С первых дней начала работ реконструкция улицы Черемушной шла с отставанием от графика. По словам специалистов, это связано со сложностью проекта. Однако, за некачественное и несвоевременное выполнение работ к подрядчику будут применены штрафные санкции. Все штрафные санкции будут подрядчику применены. То есть, об этом даже разговора не стоит, чтобы что-то там скостить, простить. Нет, это не позволяет. И, в принципе, это было в силах подрядной организации ускориться. Но, так как по их вине, соответственно, будут штрафные санкции применяться после уже окончательных сроков. То есть, расчет будет произведен в соответствии с законодательством и выставим штрафные санкции. Особое внимание в этом году уделялось качеству выполняемых работ. Для этого была привлечена специализированная организация, которая проводила контроль качества уложенного асфальта. На все проводимые работы выдавалось лабораторное заключение. В этом году первый раз мы применяли даже на вот этот ремонт, который, так называемый, накрывочный, который катался одним слоем у нас. То есть, все вырубки у нас прошли, там, где не проходили, но и люди обращались, и, в принципе, мы все видели. Они подрядной организацией все это переделывали. То есть, отбивали карту, где вырубка не прошла, то есть, плотномером проходили, определяли участок, который необходимо переделать. И подрядная организация в кратчайшие сроки переделывала это все. Уже выбирают проектировщика на работы по ремонту дороги от раздельной до поворота на СНТ «Родник-2». Данный проект планируется осуществить в четыре этапа из-за масштабности работ. Также в будущем году планируется ремонт улицы Энгельса в поселке Речкуновка.